Более двух тысяч лет назад люди начали плавить руды, в том числе и драгоценных металлов, в глиняных печах. При этом в атмосферу выбрасывался свинец, оседая в ледяных шапках Гренландии и болотистых отложениях. Изучая эти слои, учёные обнаружили, что по датировкам всплески и падения содержания свинца во льдах совпадают с определёнными историческими событиями в Европе, включая войны и болезни. Стоит отметить, что перед учёными была непростая задача отделить промышленные выбросы свинца от вулканических и фоновых. Также следует упомянуть, что количество выбросов свинца за тысячу лет в Древней Европе было в пятьдесят раз меньше, чем в первых десятилетиях двадцатого века. В отчётах у учёных получились довольно интересные графики интенсивности выбросов свинца от серебряной плавки, отражая экономические взлёты и падения. Очень примечательно, что пики и падения отражают события в Римской Республике и Империи. Снижение выбросов свинца совпадают с некоторыми историческими событиями, такими как гражданские войны, кризисы в Империи, чума Антонинов и чума Киприанов. После чумы Антонинов наблюдается снижение производства свинца и серебра по всей Европе, по сравнению с пятью веками более интенсивного производства. Также, учёные отмечают, что есть несколько точек, которые не соответствуют документальным данным о производстве монет и полученными цифрами по выбросам свинца. Возможно, что римляне выплавляли серебро без чеканки монет, либо массово изготавливались другие изделия из серебра, либо его просто переплавляли в слитки для хранения. Но на эти вопросы ещё предстоит ответить учёным. Главное, что исследования предоставили почву для размышлений.